ГАИ предупреждает, шокирует статистикой и даже уговаривает соблюдать правила дорожного движения. Но люди продолжают гибнуть в ДТП. Из-за мокрых дорог, короткого светового дня и все той же невнимательности пешеходы все чаще попадают под колеса. За помощью запорожские автоинспекторы обратились к перевозчикам. Что они могут сделать для снижения смертности на дорогах, далее в сюжете. Декабрь только начался, а уже унес жизни одного велосипедиста и четырех пешеходов. Причем двое из них погибли прямо-таки в фатальной ситуации, рассказывают в ГАИ. Это случилось на улице Украинской в неприспособленном для перехода месте. Вначале молодой водитель девятой модели «Жигулей» сбивает пешехода, девушку 18-летнюю. И буквально за ним следом он вышел с автомобиля, чтобы посмотреть, что там с пострадавшей. Есть там разные сейчас версии, что следующая женщина-пешеход пыталась там оказать помощь пострадавшей. И была сбита автомобилем «Таврия». В ГАИ приводят печальную статистику. За год в Запорожье в ДТП травмировано почти 370 человек. Из них половина – пешеходы. С погибшими – та же картина. Погибло 44 человека. 44. Из них 25 человек погибло с участием пешеходов. То есть я беру общую цифру. 25 – это… То есть из них, из этих 25 – 16 по вине пешеходов. Эти страшные цифры вместе с напоминаниями о правилах напечатаны вот в таких листовках. Их в ГАИ раздают автоперевозчикам, чтобы разместили в салонах маршруток. А из колонок будут транслировать еще и специальное обращение к пассажирам. Вот такая вот у нас к вам просьба и пожелание, чтобы мы вместе с этой бедой боролись. Потому что, ну, я считаю, это беда. Потому что 44 человека – ну, это не боевые действия, но, к сожалению. Перевозчикам напомнили, для их водителей инструктажи и лекции от ГАИ также не будут лишними. Ведь и на самих предприятиях не все гладко. У нас на пассажирском транспорте в течение этого года мы имеем 4 трупа. Я не буду называть сегодня предприятия, где это случилось. За этот период времени у нас выявлено больше, чем полторы тысячи нарушений ПДД вашими водителями. Подумайте, пожалуйста, это больше, чем по одному нарушению на каждый ваш автобус. В ГАИ уповают на профилактику в виде разъяснительных бесед и даже символически поощряют сознательных водителей во время различных акций. Хотя, говорят, без метода кнута тоже не обойтись. Только в Запорожье за день инспекторы штрафуют десятки нарушителей.